Я вас всех приглашаю на футбольный день второго тура Кубка Дворовой Лиги, в котором сразятся команды ЛФК Рэд Москву против Медведей Школы 1245, хозяева этого матча ЛФК Рэд Москву. Поехали! Первая же атака, Медведи атакуют, сразу же передача, быстрый момент, но тут ничего нет, перехват быстрый, сразу же Рэд Москву, стеночка красивая получается, скрытый пас, он не проходит, вратарь берет, сразу же кидает, сразу оценивает ситуацию, кидает, бам, и 0-1. Медведи выходит вперед, буквально минута прошла, даже меньше минуты, и забит, возможно, самый быстрый гол этого турнира, Медведи выходит вперед, очень быстрый, легкий, красивый гол получился, голевая передача на счету у вратаря, Яченко, по-моему, у него фамилия, очень классный, круто сыграно, теперь Рэд Москву начинают с центра поля, поехали, их атака, сразу же ищет передачу, момент для паса, но не находит ничего, и только бьет прямо по вратарям, но смотрите, вратарь просто поймал кураж. Еще один момент, опять вратарь сейфит, вратарь просто ловит кураж в этом матче, стеночка получается, еще удар, еще раз ловит вратарь этого матча команды Медведей, еще раз проходит этот игрок Рэд Москву, качает, раскачет, прокачал удар, еще один сейф, что вытворяет голкипер Медведей в этом матче. Скрытый пас, вратарь уже, еще хочет пробить по воротам, рядом со штангой бьет, практически попал в шестерочку, скидывает аут Рэд Москву, вот этот черный проходит, но нет, тут перехват, перехват, который заканчивается опасным моментом, будет удар, удар и оба-на, оба-на, 0-2. А, Медведи выходят вперед уже второй раз в этом матче и дают Рэд Москву понять, что они не просто так заявлялись на этот турик, вратарь. Также сейчас ищет адресата для передачи, находит вот этого вот ближнего, также пас, еще один момент, убирает, оу, пустые ворота, 3-0, 3-0, добрый вечер, Рэд Москву, надо возвращаться в игру, бам, 3-1, сразу же Рэд Москву, сразу же Киков, если по-футбольному выражаться, возвращается в игру, раскачивает здесь этот игрок удар, но таким ударом этого вратаря не пробьешь и не забьешь ему таким образом. Скрыт еще один пас, но тут сразу же перекусывают все абсолютно, Медведи не дают практически ничего создать. Еще один, смотрите, какой шикарный руками пас, возможно, даже это было похоже на удар по воротам, но вратарь у Рэд Моу Медведей просто шикарен. Опять вот этот заводил, я так понимаю, лидер их клуба, ищет передачу для паса, передачу для паса шикарно сказал, но не находит. Теперь вратарь, смотрите, при развитии атаки этот вратарь, удар, нифига себе, при развитии атаки этот вратарь занимает позицию центрального защитника, и, видите, опять он пытается создавать что-то впереди, то есть я так понял, что при развитии атаки он играет защитника, при обороне он играет вратаря, конечно же, кем он и является. Еще один, будет удар или все-таки передача, удар по воротам будет, не будет, будет все-таки удар, но вратарь Рэд Моу Моу также берет еще один пас, удар будет, будет здесь удар, еще удар, мимо ворот, мимо ворот. Так, опять придумывает, смотрите, сейчас раскачает, оп, раскачал, как хорошо проскочил, надо бить, бьет по воротам, но здесь, конечно же, вратарь и медведи, не просто же так, он сейчас еще и голевую передачу отдает. Принимает мяч, но очень далеко отпускает, опять очень далеко отпускает, перехват, перехват, удар по воротам, и это что, что, и это, конечно же, гол, это 3-2. Очень плохо оператор поснял этот момент, но там, я так понимаю, вратарь вышел далеко из ворот, поэтому 3-2, Рэд Моу Возвращается практически в игру, пропустив 3 гола, 3-0 проигрывая, они практически сейчас сравнивают счет и продолжают атаковать, еще удар по воротам, вратарь совершает очередной сейв и, возможно, становится лучшим игроком этого матча. Скорее всего, это так и будет. Красивая атака медведей, опять паса, это будет удар, скорее всего, по воротам, мимо ворот просто бьет, но все равно атака была очень хорошая. Также Рэд Моу Возвращается не будет отсиживаться в обороне, им тоже нужна обязательно победа, но что ты поделаешь, когда тут стоит шикарный вратарь, какой хороший скрытый пас, и что здесь будет? Это будет удар по воротам, и, я так понимаю, 4-2, да, 4-2, этот игрок оформляет в этом матче уже хит-трик, тем самым давая понять, что он хочет стать еще и лучшим бомбардером этого турнира. Еще одна красивая атака геометрическая, медведей, передача, удар, и здесь уже вратарь Рэд Моу Возвращается, это ошибка своих защитников. Будет еще один момент, скидка, но опять перехват, посмотрите, как быстро и легко медведи выходят, 2 в 1 выходят, что же здесь будет? Передача на пустые нет, убирает под удобную, и что такое? Защитник просто с ленточки выносит этот мяч, казалось бы, практически уже будет гол. Здесь штрафный удар, быстро разыгрывает медведи, очень быстро удар по воротам, но блокирует, блокирует, и еще и вратарь отбивает, хорошо играет и та, и другая команда. Видно, что команды собранные, хорошие, техничные собранные в этом составе. Здесь, к сожалению, не все снялось, вообще здесь счет будет 10-2, но снялись только 4 гола. Медведи и 2 гола Рэд Москул. Продолжают создавать Рэд Москул, но там еще и штанга играет за медведей, и ничего не поделаешь, когда и то, и то, и то играет за других. Собрались две очень хорошие техничные команды, где команда медведя оказалась сильнее. Я решил ставить здесь только самый лучший и интересный момент этого матча. Здесь было 10 голов, 10-2 победили медведи, но я встал только 6 голов, потому что они получили самыми красивыми, самыми техничными, самыми интересными. 4-2, но по факту 10-2. Медведи одерживают вторую победу на этом турнире, набирают 6 очков, и очень хорошую заявку делают на победу в этом турнире, потому что даже по игре видно, что команда играет очень интересно, красиво и технично.